Матч получился интересным для болельщиков, но, к сожалению, не удалось нам взять очков в этой игре. Как, на Ваш взгляд, что, собственно, помешало это сделать? Ну, мы не можем стабилизировать игру в обороне, к сожалению. У нас новая команда практически в этом году, и мы никак оптимальное сочетание не можем найти. В каждой игре у нас ошибки, рикошеты, автоголы, вы понимаете, и тяжело рассчитывать на положительный результат. Хотя ребята стараются, и сегодня проявили характер. Сочи, я считаю, один из сильнейших в нашей группе, команды, и мы сегодня, наверное, все-таки на ничью мы наиграли. Но в очередной раз, я честно скажу, не люблю, но скажу, что судейские какие-то в решении очень непонятные. Очень непонятные, и хочется посмотреть повторы. К сожалению, вар у нас нет, но удаления вот эти вот непонятные, когда человек играет. Потом вместо нашего мяча угловые, сейчас вратарь мяч ловит, он где-то видел угловой. У меня нет объяснения этим решением. Но, опять же, как бы, знаете как, везет сильнейшим. В обороне нужно играть надежнее. Мы делаем детские ошибки. И в первом тайме мы пропустили эти мячи, когда два защитника центральных из центральной зоны смотрят на мяч, как бы, и получают передачу за спину. То есть, это все такое детское, детское. Поэтому, пока мы не стабилизируем игру в обороне, вот, хотя по ходу сезона это очень тяжело сделать, вот, то тяжело рассчитывать на что-то большое. Как показалось, игр, которые уже прошедшие с «Зенитом» и с «Локомотивом», ну, в частности, как показалось, именно мы проиграли. Точнее, не соперник выиграл, а мы проиграли. Ну, и сегодня то же самое. Сегодня то же самое. Я же говорю, мы, у нас с «Зенитом» мы пропускаем после двух рикошетов. Мы с «Локомотивом» забиваем автогол и пропускаем в компенсированное время с углового. Не с углового, но там тоже такая, с длинной передачи. Сегодня то же самое. Ну, по большому счету, вот такой, даже вот и с «Хинками» то же самое. То есть, везде ошибки, вот это вот обороны. К сожалению, пока вот так вот, то, что есть, то есть. Можно ли это как-то поправить или только работать условно и все, больше ничего не сделать? Терпеть. Мы говорим, показываем, объясняем. Все кивают головой, мы понимаем. Уходим на поле и делаем опять то же самое. Спасибо. Спасибо.